И так, мои дорогие друзья, надо привыкнуть к тому, что сейчас тяжело. Не надо думать, что что-то не так. Все так. Почему тяжело? Потому что так устроен сейчас мир. В каждом направлении препятствия. Сейчас идет плохой период, связанный с жизнью на земле. Жить на земле стало тяжелее. Это временно. Мои дорогие друзья, мы не знаем, в полной степени не знаем, что такое война. Мы не знаем, что такое голод. Мы не видели никогда настоящих эпидемий. Потому что то, что сейчас коронавирус, это эпидемия, это факт. Сто процентов, он убивает людей. Но понимаете, раньше были не такие эпидемии. Умирали все. А если кто-то не умер, это чудо. Вот, допустим, такой эпидемией является чума, допустим. Холера отдыхает по сравнению с чумой. Чума, вот это вот эпидемия. Или ОСПА, допустим, да? И так далее. Вот это вот эпидемия. Все мрут, как мухи, подряд. Шансов нет выжить. Если к тебе попал этот возбудитель, все, ты труп уже. Понимаете? Вот это вот крутизна. И люди вот так жили. Или, допустим, мы говорим про грипп. Вы знаете, перед Второй мировой войной, буквально за пару лет, в 1939 году, в Испании начался грипп, который убивал почти всех, кто заболел этим гриппом. Понимаете? Вот это крутизна. Пол Испании погибла. Это исторический факт. Вот это крутизна. Мы сейчас говорим о чем? О том, что эти периоды плохие, тяжелые для жизни Земли всегда были. Насколько этот период тяжелый у нас по сравнению с остальными, с теми, которые были раньше. Ну, просто все по-другому. Понимаете? Вот раньше как бы война, так война. Там все погибали на фронт, там все прочее. А сейчас война идет с каждым человеком в отдельности. Понимаете? Мы сейчас живем в военное время. Понимаете? Просто сейчас невозможно та война, которая была раньше на Земле. Поэтому ее и нет. Сейчас, если она начнется, не будет земли уже. Все погибнет. Понимаете? Просто поэтому Бог дал другую войну. Идет сражение внутри человека. Понимаете? Каждый выживает как может. И вот это и есть наша война. Нас ограничивают в движении. Кто смог на лекцию, тот пришел. Почему? Потому что нельзя. Есть два типа здравых смысла. Один тип здравого смысла – прийти и сражаться. А второй – сохранить себя. Оба работают. Вот, допустим, пожилым людям, может быть, и не надо ходить, потому что опасно. Можно заболеть и уйти из жизни. А может быть, и нормально, если у них нормальный иммунитет, крепкий, здоровый образ жизни. Но суть заключается в том, что человек должен жить дальше. Понимаете? Я вот это то, что хотел вам сказать сегодня. Я бы мог не приехать. Видите, сама жизнь подтвердила то, что я хотел вам сказать. Она моя жизнь. То, что произошло со мной ночью и сегодня утром, подтвердила. Я бы не мог даже въехать в вашу страну, если бы я не был правильно настроен. Понимаете? Это была просто клевета. То есть меня оклеветали, что я куда-то поехал, а это по закону нельзя въезжать в Россию. И я нашел эту информацию. То есть меня не пускали два часа сюда. Я нашел информацию, подтверждающую, что это клевета в интернет. И показал на таможне. Меня пустили. Понимаете? Если бы я сложил руки, ничего не было. Два часа они мне доказывали, что я лопух. А я им доказывал, что я не лопух. И победила правда. Понимаете? То есть нужно... Вот идея в чем заключается? Что я вам хочу донести? Что сейчас такое время. Все тяжело. Понимаете? Везде одни препятствия. Даже дышать не дают гады. Я, допустим, в Смолете сижу. Я в маске, все, но у меня вот так она. Но не могу я в ней сидеть. Мне не заболеют точно и никого не заражают. Я как бы... Ну, перед Богом я чист. Понимаете? Одевайте маску. Раз, одел. Вот так. Ну, сижу, как, знаете, дети. Балуются. Одевайте, одел. Ушла, снял. Ну, почему? И я как бы... Я никого не возмущен. Отстаньте от меня. Дайте мне дышать. Нет, сейчас так жизнь такая. Запрещают дышать. Ну, хорошо будем, значит, дышать в трубочку. Если запрещают. Надо принимать все, что есть. Понимаете? Надел маску, снял маску. Я ни к чему вас не приучаю сейчас. Все разные. Понимаете? Кому-то так. Кому-то война. Кому-то мать родна. Понимаете? То есть все разные. Мне, как бы, не действуют на меня. Я уже, я говорю, я 8 месяцев уже езжу, там, встречаюсь с людьми, встречаюсь. И заболевают. Ну, то есть не заболеваю, а заражают меня этим вирусом. И я не заболеваю. Почему? Потому что у меня есть моя жизнь. Есть мои травы. Есть мои зарядки. Есть мое питание. И все вместе дает такой результат. Все. У вас может быть все иначе. Вы можете, некоторые носят даже мои повязки и все равно заболевают. Но не так сильно. Потому что все люди разные. И я к чему сейчас вам говорю? Выбирайте свою жизнь. Изучайте. Вот у меня мама, допустим, не ходит на духовные программы. Потому что она защищает свою жизнь. Она чувствует, что я опасна. Я ее поддерживаю в этом. Но зато она дома зарядки делает, слушает лекции, молится и так далее. Кому-то дома надо сидеть в это время. Потому что опасно. Иммунитет может быть слабым. А кому-то надо, наоборот, идти вперед и не бояться ничего. Потому что у всех сейчас разные возможности жить и разная жизнь. И у меня тоже, может быть, я не изнарекаюсь. Может кто-то назло придет и подышит мне посильнее. Чтобы Олег Геннадьевич понял, что же это за болезнь. Вот. Может быть, так и я начну понимать. Если доза вируса будет большая. Наверное, я тоже там приболею чуть-чуть. Но, может быть, и не чуть-чуть. Я не знаю. Но я знаю одно. Что если мне будет совсем туго, я не буду закаливаться. Я не буду бегать. Я буду ходить. Буду обтираться. Не в ледяную воду, а обтираться. Но я никогда не буду принимать этот принцип. Лежать и не двигаться. На солнце не ходите. Это для вас опасно. На ветер не ходите. Это опасно. На землю не вставайте. Это опасно. Этот принцип я не приму, потому что этот принцип убивает человека. Понимаете, если человека напугали, он приходит в больницу. Ему говорят, а вы знаете, эта болезнь, ее вылечить невозможно. Если человеку так сказали, то значит, они в человеке включили саморазрушение. Это вера в невежестве.